Карамба, моё почтение всем любителям игровой индустрии! Сегодня мы с вами отправляемся в настоящее пиратское путешествие по волнам игры Ryzen 2 Тёмные Воды. Все на борт! Как и в предыдущих частях, нам предстоит играть за безымянного героя. Вначале он сидит, горюет от своей пропавшей боевой подруги Петти и пьёт ром кружку за кружкой в опорном пункте Инквизиции на острове Кальдера. Но внезапно к острову подплывает корабль, и буквально на подходе его пожирает морское чудовище – Каракен. В выживших остаётся одна девушка, как раз та самая Петти, подруга героя. Специфический дуэт сразу же отправляется на поиски Стальной Бороды, пирата и отца Петти, который знает секрет спасения человечества от вышеупомянутого морского чудища. На этом самые ключевые имена заканчиваются, поэтому в дальнейшем особой путаницы в сюжете не будет. Эх, нелегка пиратская жизнь! Стоит на секунду зазеваться, как тут же появляется риск лишиться второго глаза! На самом деле, тонкостей в игре очень много, и удачное прохождение будет зависеть не только от умения обращаться с саблей или ружьём, но и от правильно проведённых диалогов. Герою придётся очень часто заговаривать зубы другим персонажам, чтобы добыть важную для него информацию. Без общения с другими персонажами продвинуться вперёд будет сложно. Окружающие поддерживают героя, учат его новым приёмам, обеспечивают его одеждой, пропитанием и эликсирами с высоким содержанием алкоголя. Правильно, прокачанная способность очень поможет вам в прохождении игры. Это мой телефон! Это действительно так. Перечень умений героя довольно большой, хотя его можно подразделить на три основные категории. Это оружие ближнего боя, такое как мечи и сабли, дальнобойное оружие, такое как ружья и пистолеты, и магия вуду, с помощью которой можно заставить окружающих делать всё, что вы пожелаете. Внутри этих основных способностей также масса поднавыков, таких как умение краситься, воровать или заговаривать зубы. В общем, ветка довольно широкая. Чтобы прокачать большую часть поднавыков, нам придётся искать учителей, которые могут нас им научить. Учителя имеются практически в каждой ключевой точке прохождения, поэтому искать их долго не понадобится. В целом, мир пиратов соответствует запланированному, с его грубыми диалогами и колким юмором. И, что самое главное, он очень атмосферен. Я опасный, старый пират! Я обошёл тысячу ворей! Я выпил тысячу мутилокрома! Тишина! Идёт запись! Как вы поняли, игра не на шутку увлекает. Так что будьте дерзкими, смотрите Игродром!